1 августа губернатор Орловской области Вадим Потомский посетил Свердловский район. Основная цель рабочей поездки – встреча с главами местных крестьянско-фермерских хозяйств. Чтобы провести общение наиболее продуктивно, глава региона сразу отметил особый формат диалога. У нас рабочие совещания, это не рабочая моя поездка по районам, непосредственно Свердловского района. Мы сегодня хотим поговорить по КФХ области, о ваших проблемах, сложностях, которые существуют на сегодняшний день. Я бы очень вас просил, чтобы разговор был откровенный, открытый, и не надо ничего пытаться, так сказать, не договорить. Потому что я знаю, что проблемы существуют. И действительно разговор получился откровенным. Фермеры задавали вопросы на различные темы, касающиеся этого сектора экономики. Раньше я неоднократно писал заявление о помощи в выделении земли, но в ВОЗ и ныне там, так сказать. Поэтому я в Вадиме Владимировича на сегодняшнем совещании просто обращаюсь к вам и прошу в этом вопросе оказать помощь. Купил я этот комплекс не для того, чтобы на него смотреть, а именно, чтобы работать. И люди, которые раньше работали на нем, в этой деревне сейчас оказались безработными, тоже просили, чтобы они не сидели, сложив руки, а трудились. Как оказалось, данная проблема имеет глубокие корни и требует решения в первую очередь с юридической стороны. Брал в аренду землю муниципальную. Брал, сколько ему давали, сколько он хочет. В результате многие, ну не многие, а часть из них разорились. На земле практически не работают. И отдают в суп-аренду, и имеют серьезные деньги. Наши муниципальные земли, а деньги серьезные получает непонятно кто. Вот это, ну тоже я уже обращался по этому вопросу. Это действительно наболело. Есть люди готовые работать, но не справляешься ты, верните нам муниципальную собственность. Как отметил Вадим Потопский, предоставление земельных ресурсов местным аграриям – одна из наиболее приоритетных задач. Глава региона подчеркнул, что областное правительство поможет фермерам развиваться. Опыт решения таких проблем имеется. То, о чем сейчас Виктор Анатольевич сказал, я эту историю проходил. Понимаете, я эту историю проходил. Когда начинает отдавать в субаренду, не согласовав с собственником. Собственник обращается в суд и меняет условия договора. Это в обязательном порядке согласование вписывается. Без него нельзя. Но так мы можем доиграться. Мы сейчас можем получить это, что отдали в субаренду непонятно кому. Они любые хомикаты валют в эту землю, получат колоссальный результат, а 50 лет она не будет работать в земле. Возможно такое? Возможно. И такие технологии есть. Технологии выжженного поля называется. Как выяснилось в ходе открытого разговора, нерешаемых проблем у аграрев нет. И находя точки соприкосновения, областное правительство совместно с фермерами будут искать выход из любой ситуации. Ведь крестьянские хозяйства – исключительная часть аграрного сектора. С особым бережным отношением к тому краю, где живут и работают. Индивидуальный труд, они собственники, понимают, они вот все делают сами. Это, как правило, семейный бизнес и так далее, и так далее. Как они говорят, мы не живем на Гипре, мы не получаем информацию из интернета, мы сами этим вопросом занимаемся. В этом ценности состоит основная. И самое главное то, что они, как правило, все занимаются животноводством. Как правило, все этим занимаются. А для нас это очень нужно. Потому что животноводство – это рабочие места. Это доходная часть бюджета регионов и муниципальных образований. Вот в этом их основное отличие. И поэтому у них и требования самые высокие, более высокие, нежели чем у крупных товаровопозводителей, которые просто занимаются вращиванием жирновой культуры. До этой встречи вопрос, конечно, решался очень слабо. Практически буксовал на месте. Но на эту встречу мы возлагали большие надежды. И думаю, что губернатор, он окажет нам в этом вопросе помощь большую. Ну и мы, соответственно, тоже не останемся в стороне. Активизируем свою работу. Будем увеличить поголовье, надои. Точки соприкосновения были найдены. Фермеры поспешили вернуться к уборочной. Ведь сейчас жатва в самом разгаре. И благодаря сотрудничеству с властями, Свердловские аграрии имеют все шансы на повышение темпов развития. А соответственно, увеличение количества и качества урожая. Алена Касаткина, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.